Здравствуйте! Вы смотрите 7 канал в студии Александра Стрельцова. Сейчас у последних событий в стране и мире к этому часу. Ситуация в зоне АТО остается напряженной, хотя количество обстрелов позиций украинских войск сократилось. За минувшие сутки таких случаев было 17. В однажды противник проводит перегруппирование и восстановление боязненности подразделений, пополнение боезапаса, техничных средств и опально-мастильных материалов. Несмотря на заявки ватажков бандоформований ДНР и ЛНР, про начатку отведения военно-техники от линии размножения, соответственно, до минских договоренностей, в последние два дня зафиксировано перемещение с территории Российской Федерации через пункт пропуска и сварения, реактивных систем залпового огня ГРАД, БТРов, сюдаходов, бензовозов, значительной количества тентованных автомобилей с особенным складом и боеприпасами. Кроме этого, зафиксировано перемещение до места Новоазовск великой количества танков, ГРАД и других военно-техники. Также незаконные оружие формирования действуют выведение пошкодженной военно-техники до Российской Федерации для восстановления ее боездатности. 26-27 февраля в Брюсселе пройдут газовые консультации в формате Украина, ЕС, Россия. Об этом сообщил председатель правления «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. По его словам, «Нафтогаз» письменно обращался к «Газпрому» с требованием пояснить невыполнение заявок на поставку предоплаченного газа, но пока не получил ответ. Процедура быстрого реагирования на такие ситуации предполагает переговоры в кратчайшие сроки. Конфликтующие стороны раскрывают свои позиции и пытаются найти компромисс. Напомню, два дня «Газпром» не выполнял заявки украинской стороны на поставку оплаченного газа. Российский газовый монополист должен был поставить по 114 миллионов кубометров 22 и 23 февраля. Но по факту Украина получила только 47,39 миллионов кубометров соответственно. В американском Нью-Джерси взрыв газа сравнял с землей частный жилой дом. Из гражданского населения никто не пострадал, людей заблаговременно эвакуировали. Но серьезные травмы получили двое ремонтников, которые работали на месте инцидента. Еще с десяток отделались легкими ожогами и ушибами. До нас надійшов виклик. Повідомили, что чути запах газа. На место выехала полиция, пожежники и медики. Они оценили ситуацию. Виявилося, что витек серьезный. Негайно было эвакуировано людей. Газову компанию поведомлено про витек. Пока ее фаховцы пытались отремонтировать и пошкоджения. Стався выбор. Будинок полностью зруйновано. Лишився лише фундамент. Экономика Испании восстанавливается. Хорошие экономические новости оказались как нельзя кстати. Приближаются выборы, а нынешнее правительство страны стремительно теряет поддержку избирателей. Подробности в следующем материале. Испания на пути восстановления. Такое заявление сделал премьер-министр Мариан Рахой. По его словам, в нынешнем году рост экономики составит 2,4%, что выше изначального прогноза в 2%. Мы шли на дно, а теперь мы растем и будем продолжать так и дальше. На восстановление потребовалось два года. С началом третьего года мы увидели первые признаки роста и появления новых рабочих мест. Есть и другие признаки прогресса, которые немного сложнее измерять. Например, рост инвестиций, развитие бизнеса и увеличение доверия покупателей. Впрочем, прогресс пока не сократил очереди в центрах занятости. По статистике, каждый четвертый испанец по-прежнему без работы. Ежегодное обращение премьер-министров народу было направлено на то, чтобы вернуть доверие избирателей. Жители страны недовольны тем, что власть не может преодолеть экономический кризис, который продолжается уже 6 лет. Теперь многие отдают предпочтение левым партиям, отвергающим меры экономии. Подобная политическая сила недавно пришла к власти в Греции. Аналитики говорят, любая политическая нестабильность может нарушить восстановление. Есть реальные опасения, что левоцентристские антиевропейские партии действительно наберут обороты и толкнут Испанию в подобную ситуацию, в которой находится Греция. Испанская экономика сейчас в нормальном состоянии, хотя и не вернулась к докризисным показателям. Но она на правильном пути. Очень опасно пускать её под откос. Она может пойти под откос очень быстро. Испанский премьер надеется, что усиливающаяся экономика будет его козырной картой в предвыборной игре. Впрочем, ему и его партии придётся приложить ещё немало усилий, чтобы вернуть доверие избирателей. Бионический глаз помог незрячему мужчине снова видеть. Он был слепым 10 лет. Теперь он не может скрыть радость по этому поводу. Очертания грубые, но это значительный прогресс. Это будет работать. Это не работает. Терять зрение Алина Сдерет начал 20 лет назад. Из-за наследственного дегенеративного заболевания глаз оно часто приводит к слепоте. Но лекарств от недуга не существует. Изобретение учёных под названием SecondSight подарил американцу надежду. Устройство работает в обход повреждённой сетчатки, посылая светоотражающие сигналы непосредственно в зрительный нерв. Для этого в правый глаз Сдерета имплантировали микрочип, который получает сигналы от маленькой видеокамеры, установленной на очках. Бионический глаз не возвращает зрение полностью, но позволяет видеть очертания предметов, человеческих фигур, движения объектов и свет. Врачи говорят, что для Алина это только начало лечения. Имплантант нужно настраивать, чтобы улучшить его возможности. На этом пока всё. До встречи в эфире в 17 часов. Всего доброго.